Птицы. Самый многочисленный класс наземных позвоночных. Он насчитывает более 9000 видов, которые объединяют в 35-40 отрядов. К классу принадлежат три группы птиц. Келегрудые или типичные птицы. Бескелевые или бегающие и плавающие или пингвины. Тело птиц приспособлено к полету. Многие особенности строения организма позволили птицам расселиться по всему земному шару. Тело птиц состоит из головы, шеи, туловища и конечностей. Тело птиц покрыто перьями. Контурные перья. Основа оперения птиц. Среди них выделяют маховые, рулевые и кроющие перья. Скелет птиц приспособлен к полету. Многие кости у них трубчатые. Некоторые кости срастаются, что увеличивает прочность скелета. Главная особенность кровеносной системы полное разделение большого и малого кругов кровообращения благодаря четырехкамерному сердцу. Сердце состоит из двух предсердий и двух желудочков. Дыхательная система птиц помимо мощных легких содержит дыхательные мешки. Благодаря ним воздух проходит через легкие дважды. На вдохе и на выдохе. У многих птиц в начале пищевода образуется расширение. Зоб, где пища накапливается и начинает перевариваться. По пищеводу пища поступает в двухкамерный желудок. Сначала в железистый, а затем в мускулистый. Затем через тонкий кишечник и заднюю кишку непереваренные остатки пищи попадают в клоаку и выводятся из организма. Нервная система птиц устроена более сложно, чем у рептилий. Хорошо развиты большие полушария из-за сложного поведения птиц. Средний мозг, отвечающий за зрение. Можечок, управляющий сложными движениями птиц. Половая система самцов состоит из семенников и семипроводов, которые впадают в клоаку. Половая система самок состоит только из левого яичника и яйцевода. Правые остаются неразвитыми для облегчения тела в полете. Продолжение следует...